ПЕСНЯ 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 Свет общий, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы видите, справа от меня Михаил Кочерков. Мы с ним в паре ведем возраст кипения впервые. Слева от меня дойдет Сосновская на мужетость. С кем только не доводилось этого делать. В частности, например, со Смогом. Это было мечт. Ну так что? Мы не виделись два года. Это было нелегкое время. Время болезни. Оно как бы отступило. Нынешнее время. Тоже, в общем, назовем это так, со своими особенностями. Я очень просила сегодня всех выступающих так или иначе затронуть тему времени. Не зря мы взяли название для десятых Луферовских пений под маятник часов. Отношения Витя Луферова со временем. Это отдельная статья. И об этом Смоге наверняка кто-нибудь что-то скажет. Мне хотелось вам рассказать, поскольку 10 это такая круглая цифра, хочу, чтобы мы все вместе вспомнили, кто выступал на Луферских пениях за эти 10 лет. Наверняка я кого-нибудь забуду. Полина и Александра Луферова. Владимир Турьянский. Борис Киннер и Михаил Сатриняк. Сергей Труханов. Елена Фролова. Николай Якимов. Александр Деревягин. Татьяна Алешина. Александр Левель. Это все, кроме первого круга. Юрий Центровский. Ксения Полтева. Григорий Донской. Рафан Ланкин. Лариса Броховна. Дмитрий Земский. Марина Анисимова. Сергей Гопен. Галина Крылова. Мария Федотова. Александр Берентей. Петр Кошенев. Алексей Захаренков. Андрей Козловский. Петр Старчик. Виктор Коргия. Сергей Плотов. Евгения Ланцберг. Александр Перов. Игорь Билов. Олег Городецкий. Роберт Кур. Алексей Тиматков. Сам он не был, но его песни исполнялся в Гитлухаху. Анна Ланцберг. Юлия Скородумова. Алексей Комасков. Алексей Корягин. Владимир Черков. Эльза Окина. Студийцы и работники Театра Перекресток. Павел Сосновский. Светлана Ветрова. Максим Волчкевич. Татьяна Дрыгина. Александр Молинский. Ольга Пахомова. Александр Климов-Южин. Жанна Попова. Игорь Букаев. Татьяна Еймин. Вот такой вот неслабый шестер. По-моему... Нет, Артенек у нас не разумеет. Вот. На летнем. Кроме того, Бессменными работниками команды Луферовских пений являются Катя Луферова и Коля Асанов. От них зависит экран. С нами работали на звуке Дмитрий Волков, Алексей Ромашков, Вячеслав Карико, Игорь Белый, Лев Кузнецов. Огромное спасибо всему коллективу Гипериона, который нас принимал на протяжении последних пяти лет, помогать Луферовским пениям состояться. Сейчас скажу еще раз, помогали. Ну, надо. В общем, наши помощники. Это Глеб Руденко, Станислав Соловкин, Рафмель Лекаев, Наталья Бродская, Павел Максименко, Ирина Львова, Ольга Убарова, наши комбилицы. Елена Калмыкова, которая в свое время к третьим уже Луферовским пениям смастерила совершенно замечательный наш талисман Шарманка. У нас есть возможность ее увидеть? Да. На экране. Показываю. Показал. Ну, можно похоже. Показал. Вообще-то где-то смогу был изображен. А, вот он, вот он справа, действительно, да. И я вроде бы. Ну, и... И писала всегда о наших вечерах. Да. Хроникер, да? Летописец. Летописец Луферовских пений. Таня Алексеева, которую я почему-то сегодня... Вот она. А вот Танечка. Танечка, да. Танечка. Так как она скажет правое распределение, не скажет никто. Ну, что ж. Неизбежно надо вернуться к этим двум тяжелым годам. С 20-го по настоящее время. Это были годы пандемии. И страшная болезнь ковид унесла, хочется верить в лучшие мерки, многих наших друзей. И, ну, не всех унес ковид, кого-то что-то иное. Но вот нам сейчас хотелось бы их вспомнить, и я попрошу сейчас Катю Гуферову прочесть, как стихотворение, Витину песню «Эхо». Хорошо. Какие темы я не прохожу? А, нет, нет, нет. Будем сходить, не будем? Детя, нет. Все тоже. Я вам буду микрофору посадить. Ой, спасибо. А, нет. Посидел. Хорошо. 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 Не странно ли тебе порой, что нет иных друзей уж с нами? Они небесную тропу идут, от нас укрыто облаками. Мы с ними встретились в пути, в пути и разминулись с ними, Но все еще легко найти, совсем не потускневшись мимо. Где мы доходы еще, ну, как бы жизни сердцевина, И страха нет, что не допеть, пропедая наполовину. Долина множит голоса, похожа палец на долину. Петиши говори о том, сойдут воспоминания лавины. Не удержать тогда нам слез, но только как себя не мучи. Ответа нет на тот вопрос, но нет. Но есть невероятный случай. И время встреч не предсказать, и предсказать разлом предыдущих, Прибежимой земной попол, небесной тропой идущей. Качается. 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд. Игра. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Я приручу жену к дивану Не приносить сначала квас Потом, глядишь, неторопливо Я вручу ее в кровать Мне подавать с улыбкой пиво И пену с крючки сдувать Мне подавать с улыбкой пиво И пену с крючки сдувать Такой утронутый любовью Я вдруг по-старочески всплакнул И не нарком сам собой Мой взгляд потянется к окну И дети, ржунную гурьбою Несут из лавки разносол И в миллион сам собой Я вдруг пойму, что это сон Опухший, заспанный и потный С ради пробрадший словно вор Моему пора готовить медлый И выходить в письки в одевор Где все мерзавцы, кто не пьяны А те, кто выпил живши Там места нету для дивана Для русской терепетанной души Там места нету для дивана Женой убитого не раз Там места нету для дивана А то есть место для дивана Где залегает полупьяный поэт Нахальный, как мешок Ему жена подносит пиво И улыбается счастливо Тебя на стружечки сдувает А он строчит себе стишок Строки, зараза, издеваешься Не просто так, а мне-то зависть Да ладно, сволочь, не стесняюсь А ты как проклятый на пресне И ныне мать его и присно Меди, пока метла не дреснет Пока не кончат шестисон Меди, меди, большие пределы Звеча грела И туда Аплодисменты Значит, что я хотела сказать, как это все будет происходить Собственного муфера в степени Это первое отделение Потом возле большой стерео И во втором отделении мы с Сашей Махнем покажем вам свой новый альбом Ну а сейчас на сцену выйдет Владимир Капгер Да, я иду, иду, иду Да, Володя, если возможно Из творческого сундука Володи Капгера я вынула строчку такую Когда часы потянутся на вечер Да Бакомысленно Я сейчас вот читаю вам две песни Лучше пропой два стиха Подождите Короче, у нас всегда авторская песня такая, вы знаете, как это Мелодикломация Нет, 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 она, как говорится, статичная Каперы в Москве работают вот этим, как и балет Да Мы сегодня, если не ходят, вообще-то ларимет Бележков Не хочешь себя сориентировать относительно микрофона? Что-то болтает там, я не знаю Так, Володь, ты стоя, сидя 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 А У тебя включается или не включается? Не отключается Вот тебе Что? Что дал? Да я дал Понял я Он всегда торопливый, я не знаю, что такое довольное Обычно ты такой бываешь Такими терапиями Какая-то пошла в волосах за ним Я просто время тянула Я просто время тянула Раскармливание Подначить, да? Раскармливание Так, я вам скажу сегодня две песенки Хорошо? Хорошо Хорошо Нет, не требуется А как, динамику, пожалуйста, не нарушай Не хочу Так Пожелись, пожелись Подбодрись Подбодрись Не до конца Не до конца Не до конца Попробуйте Попробуйте Нет гитары Нет гитары Нет гитары А выключатель Ну, сейчас есть Поехали Значит, первая песенка называется «Прощание с букашкой» Здесь выключи есть? Да Тоже, наверное Жук мой глазастый, смешной и печальный Длинные усики на голове Синий троллейбус вагончик рогадый С детства катавший меня в Москве С песенкой этой с мотивом печаль Память Почусь я по кругу маршрутом прощаю Последний круг провожая тебя Последний круг провожая тебя Вот мы плетемся на сонной букашке Бабушка в сером пушистом блоке Я в круглой шапке смешной чебурашка С крохотной шапкой В озябшей руке ПЕСНЯ 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 Можно искать утершение, конечно, Хитросплетение заудых идей, Но мы с тобой только жалкие пешки В играх смешных, ненасыдных вождей. Что ж, бесполезно со временем споры И приговор наш беспощаден, увы, Чуждый, нелепый, беспомощный город Вырос на месте знакомый Москвы, Вырос на месте священной Москвы. Вижу по теплому зимнему небу Туском мерцании звездных огней, Едет последний случайный троллейбус, Катится к вечной стоянке своей. Выпал с тобой нам в негаданной жребий, Преданный, преданный друг мой, Прости и прощай, верю, тебя ожидает на небе Теплый, уютный троллейбусный рай, Светлый, уютный троллейбусный рай. Светлый, уютный троллейбусный рай. Светлый, уютный троллейбусный рай. Попадки нет? Нет, держи-ка, тетрадку. Я долго тебе знаю очень. Нормально. Большая будет песня. Приготовьте, если было короткое. Значит, некоторые барды, некоторые барды, они вот живут тяжелой жизнью. Девчонки? Да. Простите меня, добрые люди, свой срам понимаю вполне, Но все же от вас не угудить, коль малость подможете мне. Но, братья и сестры, от вас не угудить, коль малость подможете мне. Не стал бы я вас беспокоить, земной сотворяя поклон, Когда, повреченный судьбою, в нуждей не попал я в полон, Когда, обреченный злодейской судьбой, в нуждей не попал я в полон. Дитя беспощадной эпохи, я прямо не знаю, как быть, На пенсии жалкие крохи совсем невозможно прожить, На пенсии жалкие горькие крохи никак невозможно прожить. Прогресс до конца нас погубить, Расставив человечество нрав, Качают все песни в ютубе, С попранью авторских прав. Качают мерзавцы все песни в ютубе, Правава и группа пропав, Поправ, поправ, конечно. Знать свет, знать свет, Раконес наш наш тут наставит, Настали последние дни. Никто, никто никогда не покупает Ни книжки, ни диски мои. Никто ни за что больше не покупает Ни книжки, ни диски мои. А ведь я был известен когда-то В России и за рубежом. Летал я туда и обратно, Признаем людским окружен. Летал я привольно туда и обратно, Признаем людей окружен. Но дни роковые настали, Подкрался коварный ковид. Меня приглашать перестали, И принял я жалостый вид. В литву концерта меня приглашать перестали, И принял я нынешний вид. Но вам милосердие сочтется так, Пророки ж не зря говорят, С Тарицею благодеялье вернется, Вас даст добрый Бог вам в ту кроту. С Тарицею благодеялье вернется, Застал добрый Бог вам в столь красный. Здесь очень простая наука. Миша, подожди, Любой простофия поймет. Допустим, вы ложите штуку, Что штуку возместит вам Господь. Допустим, к примеру, Положите штуку, Что штуку возместит вам Господь. А вложить средства вовсе не жалко, Даже доходней, чем даже сбер вклад. Чем больше наложите в шапку, Тем больше вернется назад. Чем больше сейчас вот наложите в шапку, Чем больше вернется назад. Коль ваше растроглое сердце, Могу подсказать даже вам, Куда разместить ваше средство, Коробочкой где-то вон там. Смотрите, куда разместить ваши средства, Коробочкой прямо вон там. Это надо петь тогда, когда один в концерте. А так на всех не хватит. Пить где еще можно, хорошо пойдет. Привет, ребята. Чтобы не забыли, Владимир Капкин. Коробочкой. Персональные коробочки. Припасли. Убогая коробочка была. Убогая коробочка была. Ну, а, коробочка. Коробочка. Следующий у нас выступающий, Не такой экзотичный человек, А очень даже приличный, И, как говорится, степенный, Хотя песни его Совершенно безудержные. И, как сказать, в него влюбляющие совершенно Вопреки всяким своим нежеланиям или желаниям. Просто это замечательный, талантливый человек Александр Левин. Про Левин, я хотел бы сказать. Да, короче, обращусь с нашим правым левимом. Китайские часы, я думаю, Ты сегодня так говорила. Нет, нет, нет. Ты подумала, Китайцы, как тут пробраться. Как там начинаются китайские часы, да? Я спою. А? Я спою. А, вот, вот. Прямо, скажем, по ночам. У меня строчечка такая. Держать тебя? И будильник. И будильник. Выходить ночи с темноты. А страшно, как ставить. Это умывальник для комнаты? Нет, как умывальник. Криводонный и хромой. Ну, вот, я тебе сказал, Чего он умывальник из маминой комнаты? Вы видали. Из маминой с маминой. Из маминой. Это как у нас на глазе? Ты вот так видишь, что? Дай, да, это умывальник. Это в качестве... Конечно? Конечно. Махмалюй. Как ты? Я? Я. Я. Что? Опас? Я. 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 Желтый ангел на веревочке, Блестящий шарик на веревочке. И сам как будто на веревочке Летишь за шиворот подвечный. А рядом музыка неслышанная, А рядом дворники китайские. Наш русский снег скребут лопатами Простыми русскими лопатами. А снизу, а сверху, снизу, сзади, спереди Часы настенные, настольные, И тоже в сущности китайские То совпадают, то расходятся В своих отсчетах настоящего, В своих расчетах настоящего, В своих подсчетах уходящего И пропадающего времена. Но сколько пролисишь за шивой, И сколько пролетишь за шивой, Задорной елочной игрушкой, Китайским елочным фонариком, Сто тысяч лит, пока летается, Сто тысяч лит, пока допишется, Сто тысяч лит, пока летается, Сто тысяч лит, пока допишется, Пока летится и вдыхается, Пока часы не остановятся, А потом на�у, снизу, 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 Сто тысяч лит, пока нет, Докторский лит, пока нет. Я видел, как ушёл Я видел, как ушёл Единственный язык, которым говорить Как пить или смеяться Как обратилась в дым Премудрость старых книг И победителем пришла праздноваться И он воскликнул Карл, и трогнула земля И выступила Русь В поход на печенега И сорвалась звезда С погасшего Кремля Под натиском ворот Спускающейся с неба И сорвалась звезда С погасшего Кремля Под натиском ворот Спускающейся с неба Аплодисменты 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 И футболист Аплодисменты 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 Написан в декабре 21-го, но понял я, о чем он, только уже месяц и два спустя. И зима не зима, и весна не весна, и сосед не сосед, и жена не жена, и война не война, и страна не страна, и язык не язык, и земля не нужна. Ну и теперь просто века. Расшаталась нервная нервная система, выскочила бледная, бледная экзема, и имени экзема вовсе просто зимы длинные, хоть и не холодные, но страшные и темные. Поступила милостью высшая инстанция, для апреля выделена теплая каденция. Выйдешь утром-вечером по насущным надобностям, поглядишь, заслушаешься, позовуешь, но у него дьявол инспекция, где-то милиция, по небу лети в свет. Птица, ясь, птица, ях, руки не даются, девица, сестрица, целый день поется, целый день спустится. Птица, я и другие прочие, и не всякие музыки подыгрывают, скачут, попрыгивают. Голуби, пороги, наябливают, на своем нос листовый, голуби, голубую полечку выписывают. Дети все на великах, роликах и шариках, шарики за ролики и смутись. Тветло до вечера, водые птицы, я, по небу летицы, я, по земле ходицы, я, плачет, не грустится, я. Странная больница, странная эмоция, плачет, не грустится, я, песенку дается, я. Спасибо. Александр Лилин. Как это вдруг понравилось, что вы написали. Я бы хотела, чтобы сейчас сын мой больше появился. Саша, давай я тебе вытащу. Раз, два, три. Сейчас звучит некое сопровождение. Я прочту два стихотворения Андрея Ампилова и три слои. Еще тише, если можно. Они написаны в 124-м стихотворении. В стихотворении включаются имена. Некоторые из них сразу узнаваемы в Евгениях Бадик, это Бадик Гефтер, уже по-русски. Вита, я не знаю ее фамилию, у меня в детстве. Аня и Володя, это Аня и Володя Васильевна. Поэтому. То буква, то число. Осколки русской речи. Вчера опять трясло. Сегодня будет меньше. Недавно был налет, пока не голодаем. Что Надя перешлет, то мы и прочитаем. Душа давно не здесь, на проклятой свободе. А там, где горе есть, у Ани и Володя. Где русские стихи отрывистые кратки. Как две скупых строки, что все пока в порядке. За что это живым, любимым, нездоровым, поэтом пожилым. Хор музыки под кромом, и песня в горле крома, разбитый гром оркестра. Тогда я был щенком и верил в грозу детства. Из всего передевшего круга, посидевших знакомых голов, оказалось, что с мишкой друг друга мы теперь понимаем без слов. Словно смотрим на тающий берег и на лица любимых людей, на прощанье из громких истерик и сомнительных общих идей, как в землянке в четыре наката коротаем бессонную ночь. В ней вселенной, наверное, не надо. Человеку-то можно помочь. Витя, Владимир, Аня, Володя, хоть копейки, молитвы, стихом. Жаль, что время почти на исходе, и разлука в остатке сухом. И не надо прощания и прощения горьких слов и таинственных фраз, долгих слез и больших обобщений. Мы, Россия, и спросим, смысл. Глаза открою, свет за окошком и тишина. Весна оттаивает дорожки, а там война. Там заколеблющиеся границы и пуль, и слов друзей моих, дорогие лица, и не врагов. Когда в подвале ребенок плачет, важнее всего совсем не то, кто тут первый начал, и кто кого. И в горле привкус проборшей сути, и сердце жжет, как будто высох на перепутье источник вод. Без обид, без оков, без богатства, хоромой окраны и охраны я живу на окраине города под перезвон голосов. Ветер странствий, меня не зали в чужедальние страны, ароматом своим не заманивает. Роза метров Помотала меня по морям всевозможных субстанций, Покатала на собранной мной на коленке Кривом колесе. Жизнь моя, одолев полосу пересадочных станций, Перешла на оседлый режим На Кашевском шоссе. Мне и тут то и дело впиваются в сердце занозы, Но не так их уколы безжалостной, злобной группы За окошками тут тополя в полный рост и березы, А подальше черемуха, яблони, липы, дубы. Так отрадно почти Подмосковье, Московского юга, Где трезвон и синиц, Соловьиные трели слышны, Но и здесь не забыть о беде, О тревоге за друга, И сюда долетает дыхание далекой войны. И качается челан на взбитых снарядами хвырях, Старой песней звучит незабытый за годы язык, И летит мое сердце на старых потрепанных крыльях, То в Донецк, то до Харькова, То до Днепра напрямик. И последнее. Зима затянулась, Да так, что мне хочется дать ей пылька, Из горки спихнуть и отправить в полет беспримерный, И снежные хлопья втянуть в пылесос безразмерный, И больше не думать о том, как весна далека. Чтоб люди и птицы вернулись домой, спасены, На прежние встали места, времена, расстояние, И мы, как в былых годах, окунулись в сияние. Цветущего мира, без снега, без слез, без горманий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Она нашла там место своё? Я надеюсь. Я очень надеюсь. Она могла потеряться по дороге. Там из подкладки завалялось. Умер и жалки, а подушки жёстки. В полубессонных, маятных ночах нам снятся сны, где мы, ещё подростки, с безумной головой на плечах. И опыт не висит в стотонной туши. И жизнь легка. Свежий каравай. И так в ночи крылаты наши души, что утром хоть глаза не открывай. За то, что не случилось, а могло снести поток. За то, что мне уже не тяжело не быть жестокой. За то, что опасений больше нет. За то, что знаю, не ангельская тишь спала во мне, а страсть земная. Поклон за усмирение души и плоти тоже тому, кто всё за нас с тобой решил и подытожил. За жажды, обалённые листы стихов и сразу за детский страх, за подростковый стыд, за грех отказа, ещё за нежность пересохших год. За ток по коже, за то, что не простила, не смогу простить и позже. За твой душеспасительный отъезд за бегство даже, когда-то я сама из этих мест уеду так же, за счастье, что казалось далеко, а было рядом. За молодость, шагавшую легко, за все снаряды, насмешливые, точно бьющих слов, сказать иначе. За так не пришедшую любовь до дна до плача. ими-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ими-ми-ми-ми-ми-ми. Спасибо. Посвящение дочери, которое называется Пускать пятаки на Майковской. Я всех спрашиваю, вы знаете, как пускают пятаки? Знаете? Правда, кто знает? Кто не знает? Расскажите, пускать пятаки на Маяковской Вот так, когда ты вкладываешь, и пятачок отталкиваешь Я тебе потом объясню, хочешь съездим на Маяковскую? Нет, я живу Вот прекрасно, сходим Свернется улица Садовая Зажмется в кулачок Шумит Москва твоя бедовая Моя молчок На Маяковской, как и водится, отбойников грозой Гремит асфальтовое воинство, шуршит кирзол На этой станции легко еще учила дочь игре Летит в пятак дубой сверкающей И лови скорей Рукой в лепучих пятнах, кто падает в холодный аркирель Вложи свою монетку теплую И в рейс И в рейс Тебя ничем не огорчит, она найдет меня Не с жалостью, а с детской шалостью Глазастый молчок Поймает ладонь свою, пожалуйста, тот пяточок Свернется улица Садовая Зажмется кулачок Шумит Москва твоя бедовая Моя молчок Шумит Москва твоя бедовая Моя молчок Летит, летит в ладошку детскую Тот пяточок Ау, 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 ау Ау Когда ты уйдешь Главное станет видней Проступит, как камни Как водоросли на дне И вспомню только о нем, о другом едва Позже нахтынут мелочи И завали Душу такой тоской Какой не знавали Но ненадолго Недостаток жизненных сил Жалкое тело Которое в хлам сносил Примеряют с потерей И делают нас спокойней Уже не бросаются в бой Не кричат по коням Две части души Умневшей драки И постаревший комик Когда ты уйдешь Когда ты уйдешь И твои затянет следы Цветами кипрея ромашки Листьями лебеды Тогда и поймут Что месть превратилась в дым До трясущихся рук До сведенных в линию бомб Я могла ненавидеть Теперь не могу Ведь когда ты уйдешь Главное станет Ведь дней Растут плит, как камни Как водоросли на дне И вспомню только о нем О другом едва ли Боже, нахлынут мелочи И завали Душу такой тоской Какой мы знали Когда ты уйдешь Я хотела прочесть Пошел к нас, между прочим Особый гост Особый гост Поэтому мы хотели Я прочту стихотворение Которое вот как-то связано С моим таким отрывом От авторской песни Мы занималась Я начала заниматься Авторской песней В Калуге У нас был замечательный Клуб И он приглашал Вот как раз тогда Молодых Которые нам уже Тогда оказались Очень маститыми Это были Луферов Это был мерзаян Кочеткова не было Он был маленький И это Это были Какие-то великие Такие концерты Потому что Мы же ловили слова Как лягаши Запах на охоте Понимаете Все это было Таких слушателей Уже почти не выпускают Вот И потом Все мое КСПшное Будущее сломалось Потому что я уехала За мужем За Байкалин Декабристка Холеная барышня Звон в ушах Год-то восемьдесят четвертый А век-то Двадцатый что Токсикоз Самолет О-о-о И уходит в астрал душа Да За мужем Встречает Геолог Вернулся с поля Ни к чему На мельницу дурости Слезы лить Ироничнее надо к себе Так оно честнее Из столицы Уехать С брюхом На край земли Не геройство А дурость Проехал Бог бы с ней Я глядела на мир Глазами ночной совы В пол лица Разевало блюдце Не видя света За дощатыми стенами Хиус уныло выл И неделями шли На письма Мои ответы Мы в Москве При слове народ Вставали во фрунт Распевали песни О воле И прочей Хрени А народ На разрезе Врубался В промерзший Грунт И травился Батуран Под единственный Куст сирени Здесь Щетинилась Борзе Замком На цепи Границ И в бесснежной степи С лошадок Своих Горбатых Пожилые Гурятки Глядели Как из бойниц Из-под век Нависших Нащупал Бойцов Строепата На базаре Дедок Лет сто двадцать Тулуп В разлет Матерком Не имея Иных выражений Емких Предлагал К продаже Слоистый Молочный Лед И Мадонну С младенцем Написанную На краенке За Байкаль И зимой Ночами Такая мыла Я искала беседы Хоть с кем-нибудь Как придурок Как заядный курильщик Ищущий По углам Да какую там сигарету Хотя бакура Коревела Кидая уголь В окно печи На работу не взяли Лишь бросили Такт Похерев Три пачивы Столичные Родины Щепачи Блавство А не жизнь На западе Все в Махере Вот Такая была Миграция Край земли Где от холода Сводят губы Куриной гоской Помогали углем Лекарствами Чем могли И подмерзшей Ронеткой И матерным Словом Русским Что теперь За Байкалью Друзья говорят Китай Забрудил товаром С Петровским Пассажем Вровень Как там Солнечный город Студеных Ветров Чита Чем питает Плавила Матерой Еще в Донской Крови И куда теперь Этот опыт Запретать Впрок Время вытеснит В память И вспомнишь Большая пропажа Остается Характер Дочь До полсотни Строк Из зеленой Тетрадки Почти Не выцели Даже Спасибо Спасибо Я просто Хотел И все Для помню Владимир Бережков А потом Я с этим Уйду Нет Владимир Бережков Я здесь А можно Я Супер На Супер На Супер 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 Как ты Раз Не 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 Раз Хорошо Хорошо Я не посмотрел Здесь нет Этих Самых Даже Практически Держим Задуманный Тэм Вот Этих Таких Вот Есть Да Хорошо Как Нет А то Я плохо Игра Я знаю Поэтому Я их проковырял Видишь Вижу Вижу Молодец Ты обещал Сказать пару слов Про Витю и время Нет Ну про Витю Что говорить У него было свое время Совершенно свое Оно никак С нашим Не контактировало Я никогда не забуду А? Муж Верочки Матриулы Алика Вот Значит Назначили они Встречу Около детского мира Устовав 12 дня Ну он пришел Посмотрел Там Витя нет Подождал его Час Ушел И Совершенно Звучайно Шесть часов Вечера Проходил Через это место И увидел Это факт Катя Это факт Выходит Выскакивает Витя из метро И бежит К этому месту Встречаться Полностью Уверенный Что его Сожду Вот Или например Летим мы Да Летим мы Не знаю В далекие И далекие края С утра Ну Неверний вартов Верхний Ивартов Что Ответственно Посадка на самолет Витя нет Ну Что делать Вот Ну Думаем Рейф задержали Да И потом Что говорят Рейф откладывается Вылет через час Через час Совершенно Спокойно Видите Выходит Да Из машины Неспеша Подходит К нам И мы Идем На посадку Это Это Просто Два Два Случа Из Что такое Время Я бы добавила сюда Там был один пикантный момент Значит Мы в тот раз Забирались в аэропорт Порциями То есть Машина подъезжала Забирала Допустим Бережкова Капгер Меня Да Потому что мы были Центровые Или Да Еще одна машина Это ты И Андрей Наверное Ну в общем Что-то типа Допустим Мерзояна и Луферова Должны быть Так что Мерзояна уже в машине А Луферова Должны были Забрать На Коломенской Где-то на трассе Прямо На шансе Которое вело туда Куда нам Наверное Рейс задержали Является Витька И высказывает претензии Почему его не дождались Он же пришел Ну и наш администратор Забирин ему сказал Витя Ты чего вообще Кипишешься Самолет-то вообще-то Уже улетел Витя Время Не совместимо Не Не совместимо Он не расстался На самом деле Он сразу понимал Что он Вечность И поэтому На такие мелочи Не обращал Никакого Я у него Спросила Однажды Я у него спросила Уже Имея В смысле Встретившись Уже Десятикратными Такими-то Опозданиями Вот И он Говорит Понимаешь Я сам не понимаю Что со мной происходит Вот я точно знаю Что мне надо Выйти из дома Восторг Чтобы успеть Восторг Я неизвестно Зачем Вдруг Начинаю Мыть пол Так Ну Вот Насчет Мыть пол Это тоже История Потрясающая Наверное Он чего-то ждал От времени Он как-то Его заговаривал Что оно может Растянется Да Вот Значит Когда Повысили Аренду За Перекресток Ну Он искал Конечно Спонсоров Я нашел Не помню уже Кого-то Ну какая-то Потрясающая Дама Там Вот И вот Значит Я ее встречаю Около Вот этого места Она выходит Во двор Ещает Роскошная Машина Не знаю Как называется Белая Выходит Эта дама Только в руках На некоторых И Значит Мы туда Стучим К Вите Подвал Да Перекресток Через какое-то Время Действительно Дверь Открывается Витя В майке Но не в трусах Правда С ведром И с тряпкой В руках Он моет пол Я говорю Вот это Гениальная Это вот Такого Больше Она смотрит На меня Да Спонсорша Смотрит На меня Значит На пол И вот Поворачивается Садится В машину Не всегда Понимали Так Я хотел спеть На самом деле Одно А спою другое В трубе Я вот сюда Пришел Давайте я Пастерна Этот самый Агруст Почему Другой Мне Я посмотрю Как обещала Не обманывая Прониклый зон Утром ран Козой Полосой Шафрата От занавеса Та дивана Оно покрыло Шарик Лёх Соседний лес Дома Посёлка Мою постель Подушку Могли И край стены У книжных Я вспомнил По какому поводу Слегка Слегка Увлажнена Подушка Не снилось Что ко мне На проводы Шли по лесу Вы Друг за дружкой Вышли Толпой Врось И парами Вдруг Кто-то Спомнил Что Сегодня Шестое А уста По старому Преображению Господь Обыкновенно Свет Бесплатный Исходит В этот день Свобода И осень Ясная Как знаменит К себе Прикол Взоры И прошли Сквозь Мелкий Нищенский Сквозной Крепещущий Оршаник В имбирно Красный Лес Клопищенский Горевший Как печальный Пряник С претившими Его Вершинами Соседствовало Небо Влажно И голосами Петушинами Перекликало Встали Протяжно В лесу Казенной Земли Межим Стоял Смерть Среди Погоста Глядя В лицо Мое Умершее Чтоб Вырыть Яму Мне По росту Был С теми Ощутил Физически Спокойный Голос Чей-то Рядом То Прежний Голос Мой Правительский Звучал Недронутый Распадом Прощай Лазурь Преображенская И золото Второго Спаса Смягчи Последней Лаской Женскую Мне Горечь Рокового Часа Прощайте Годы Безгребенщины Простимся Без Неудерженья Бросающая Вызов Женщина Я Болем В его Сраженье Прощай Разглав Крыла Расправлены Полета Вольное Уборство И образ Мира В слове Явлены И творчество И чудотворство Браво! И я Говорю ей Моя Говорю ей Моя Говорю ей Моя И я Говорю ей Моя Говорю ей Моя Говорю ей Моя Возьмусь На утренней заре Смак Моя Вытянывает Штучки Зуб Мух Горланит Кукарей Облачко Вокруг Нучки Красот Покрыли Сад Сад Но О, над крыльцом уже не ся, В мятных стреколке летучке. О, не опуская крылью, Над грехом тихо ястреб плыву, Как нарисованная птицей, И солнцем полная луна. Совсем не думала садиться, Венера к ней прикреплена. А скольку сделает она, В какую сторону следить? И я, говорю я, моя, Говорю я, моя, Говорю я, моя. И я, говорю я, моя, Говорю я, моя, Говорю я, моя. Как чист их открылый цвет, Уже нигде и с гладким ран. И петуху поет в ответ В мажоре верная собака Я времени заметил край И задержался на крылечке Мне хорошо в такую радость В юре на земле у речи Чего искал я столько лет Какого не хватало знака Я сам, как отраженный свет Я сам, как отраженный свет Во мне почти не текла мрак Я говорю ей, моя Говорю ей, моя Говорю ей, моя И я Говорю ей, моя Говорю ей, моя Говорю ей, моя Мородчик, а у меня на самом деле была строчка Из моих текстов Я времени заметил край А я? Я думаю, да, ну Почему? Все равно ты угадаешь Москва, одиннадцатый год Ты время даришь Календарь Календарь Все Подождите одну минуточку Погодите, кто это? Раньше времени Ты подогреть Значит, что я хочу сказать Вы видите на экране Прекрасное лицо Замечательного автора Замечательного автора Александра Щербина Важно вам признаться Что все годы Погоди существовали В Уфе-Обскепении У меня была мечта Чтобы он у нас выступил Но получилось так, что мы Ну, за исключением вот этого года Мы всегда проводили Уфе-Обскепении в начале марта Ну, привязывая их К печальной дате А в это самое время Саша Щербина Всегда уезжал На какой-то театральный фестиваль Вместе с женой На Францию В этом году Он на театральный фестиваль В марте не поехал Но зато В начале марта Но зато На весь март Укатил Соединенные Штаты Америки И у него даже, по-моему Вчера, что ли Может быть, даже и сегодня Там еще концерт Вот Ну, он сделал нам Подарок И записал специально Вот этот ролик Я сейчас с радостью Вместе с вами Буду смотреть А слова Сашины песни Которую я люблю больше всего Это песня До завтра Брат Там потрясающая строчка Я смотрю на время Время смотрит На меня Таргуферов Затеял В подвальном помещении На Соколе Строительство Ремонт Своего театра Песни Перекрестов Все мы Никуда Никаких жанр Не вписывающихся Никому еще не известные Особо Ненужные авторы Да и не авторы Поющие И слушающие Все собрались Строить для себя Дом Почти как Монисики Про Чебураш Мы строили Мы строили Строили Кто, что поклевал полы Кто Сколачивал сцену Кто возился С электропоработкой Вот мы С моим хорошим другом Юрой Бучковым Например Клавил плитку Наполен на плитку На тех самых ступенях Которые были В этот подвал В этот Андеграунд Юрой профессиональный строитель Ну Отличникал плитку А я отлично Таскал цемент И намешал раствор Вот там же В театре Песни Перекресток Случился С благословением Директора Луферова Мой первый Сольный Концерт На настоящей Настоящей сцене Настоящий название Тогда для всех нас Это был ведь вопрос Свобода творчества Свобода самовыражения Возможность петь Слушать Сочинять То, что мы На самом деле хотим Это была Наша площадка Наша площадь Наши профессиональные Митинги На которые мы Ходили И говорили То, что Думали Кто же знал Что спустя Двадцать С небольшим лет Нам достанутся Времена Когда речь уже идет Не просто О свободе Творческого Самовыражения О свободе Вообще Человеческой Гражданской Не о сохранении Языка Не знаю Культуры А о сохранении Совести Своей Вечной Совести Вопросы Войны Мира Жизни Выживания Ведь нет уже Диктора Уферова Нет Театра Песни Перекрестка И свой выбор И свою Свободу Нам придется Отстаивать И оплачивать Сами Я не знаю Что ты пел И что играл Что за черт Занял С тебя И в тот Квартал Только здесь Теми Те Двери Поутру Твои Песенки Давно Не По Но Тру Политала Ты Подальше От Греха Здесь Таких Горнад Крут На Тво Драха Ты Прикинь Распад Где ты Где Ола Эти Сразу Бьют С ноги А С Крыла Ты Прости И Лети За Облака Все Что Будет Будет Завтра Пока Дай Умыться Над Оставленной Москвой Не Слезами А Стихами И Рассой Ты Не Брошен Ты Не Должен А Там Рит Столько Света Даже Жрется Изнутри Видно Так Писались Ангелы За Нас Чтобы Мы Вега Последок И Красс Раз Так Писались Ангелы За Нас Чтобы Мы Пели Как Последний Раз Го Жрэки Стихами АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Многих манил этот вечный приюк, Только не все поперечные встречи В этом приюке голодают. Талку нищетой того, сколько хлеба Было в байке, нет его там расчет, Тот, кто построил лесницу в небо, И тут не сгораю, и дом не войдет. Каждый из нас суеты своей глины В круге житейской умнёт день за днём, Каждый по-своему гнёт свою спину, Каждый печёт о доме своём, Но постепенно за всей моё тую Обозначается жизнь итог, Слепо всей жизни крошитами к тобою, Кто ездится в небо и звездок. Спасибо большое, приезжай к нам ещё. Теперь надо каким-то образом передать микрофон. Передаём? Не именно. Передаём? Рано начать. Приходите. Кнопки. Кнопки. Пойдём, подай. Слышно? Не слышно, надо кнопки. Кнопки. В другую сторону, значит. Раз, раз. Другую. Раз, раз, раз. Раз, два. Кнопки. Давайте попробуем. Друзья, спасибо большое, что вы все пришли. Это большое-большое счастье. Ближе. Здорово. Это большое-большое счастье. Мы... Я хотела сказать буквально два слова. Мы все живём сейчас в такое страшное время. Это, в общем-то, это почти что арубидон. А, по-моему, это ощущается. И мир, ну, естественно, популяризовался. И связи рвутся. И вот, как бы, учитывая все эти обстоятельства, я, ну, интересно, даже не то, чтобы интересно, а я периодически, как бы, внутри себя задаю Вите вопрос, чтобы он нам на это сказал. И буквально позавчера, я случайно, по сути дела, открыла с этим вопросом книжку Витину вот эту вот. И, ну, мне выпала, вот, как раз строчка из той песни, которую только что прочёл, проспел Алексей, да? Тот, кто построит лестницу в небо, ну и дальше. И мне кажется, что вот в этой нашей такой, ну, достаточно тяжёлой ситуации Витя нам бы сказал, что ниточки не обрывать, да? Как бы, держаться друг за друга, независимо, ну, ни от чего. И тогда может случиться, как очень многие говорят, чудо. Красный, синий голова, выбирай себе любовь, это наш закон родской, а не детская щитака. Если выбор на голову, синего не взять, а жалко, впрочем, этот подержи. У иных такая мамость был, да только улетел. Ниточка в руках осталась, что ты, что ты, моя мама. И чего дорожек сердечный, пусть синяка на патте драмы, и давно пусты скворечни. ПЕСНЯ 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 заколоснёт. Немножко привыкла к более чувствительному микрофону, но все в этой жизни когда-нибудь заканчивается. Что бы мне хотелось сказать? Я не знаю, никто не знает, что будет на будущий год. Я некоторым друзьям, самым близким, писала в эти дни о том, что эти луферские песни виние могут запросто стать последними. Ни почему-нибудь, ни из-за каких-нибудь страхов, еще чего-то. Я все-таки человек верующий, и лучшая верующая, и на буховом бывают, и на эти луферовские пения у нас в Господе было благословение отца Романа, Церкина, Витиного друга, который когда-то с ним играл в одном акциональном осеннем времени. И когда я получила от него это благословение, мы с Катей сразу решили, что все получится. И слава тебе Господи, как видите, все получилось. Просто обстоятельства моей жизни таковы, что я теперь потом буду жить в своей любимой Феодосии. И вот просто не уверена, что именно в Бладовские дни, когда там так красиво и все цветет, я буду приезжать сюда. Приезжать обязательно буду. Ну давайте вместе помолимся, что ли, и захотим, чтобы луферовские пения продолжались. Потому что я вам честно скажу, каждый раз на протяжении вот этого уже десятого концерта, и мне каждый раз кажется, что этот был самый лучший. Просто вот так. Ну да, обязательно сейчас будет перерыв. Миша потом скажет еще пару слов. Спасибо тебе. Точно с тобой было очень хорошо, надежно. А я вот что хочу сказать. Хороший мне сейчас пришел из двух слов лозунг. Увидимся вживую. А сейчас предлагается вживую воспользоваться услугами буфета, потому что очень интересуется очаровательная бариста. Хотя это слово, оказывается, не имеет рода. Он бариста, она бариста. Я буду не плетать. Так что в течение 10-15 минут есть возможность попить кофе, чай, съесть что-нибудь. Вот я прохожу, потому что я сидел только для конкурса. Перерыв 10 минут, а потом презентация к альбому до субботы. Так у нее здесь не видно.